Привет, друзья! Очередная прогулка. Очередные шикарные коттеджи английские. Хочу вам сегодня показать. Это у нас город Севью. Иногда достаточно живописные старые английские коттеджи. Все то, что я вам показывала до этого. Вот. Наверное, все примерно одинаково смотрится. А может быть для вас тоже будет интересно. Это самое побережье. Севью переводится, как вы понимаете. Вид морской. Морской вид. Си это море. Вью это вид. Вот морской вид. Называется это место. Сейчас подойду поближе. Там такой клематис расцвел. А здесь, вы видите, опять розовый каштан. Вот эти уже сумасшедшие байкеры у нас тарахтят. И вот этот вот чудесный клематис. Такие огромные цветы. Ну, а это вот поближе каштан розовый. Выше не могу показать. Довольно высокий. Вот этот коттедж. Или коттедж. Господи. Я уже запуталась. Вот видите, тоже малюсенькие окна. Очень невысокая входная дверь. Вот написано. Салтернс коттедж. Чем-то напоминает мне те коттеджи, которые я вам показывала с соломенными крышами. Ну, вот он. Соломенные крыши не имеет. Смотрится немножко по-другому. Но все равно старый. Потому что дверь. Вот я стою. Вот у самой двери. Вот. Мне, чтобы сюда войти, надо будет наклоняться. А у меня рост метр шестьдесят пять. То есть, очень низкий. Вот говорят же, что раньше люди были очень невысокого роста. Древние. Ну, не древние, но старые времена. Лет пятьсот назад. Все были маленькие. Кстати, вы знаете, вот. Я увидела доску здесь объявления. Вот видите, написано. Севью Виллдж. Комьюнити в шоп. Магазин. Вот именно вот этот Салтерн Коттедж. Это, оказывается, магазин. Вот здесь вот нарисовано и написано. Ее визит. Туауа Гарден. Хелп Ченч Лайф. Поможет поменять жизнь. И вот это вот какая-то картинка такой красивый. Садик. Вообще не знаю. Закрыт он, к сожалению. Это Севью. Я вам не показывала еще. Вот. Немножко прогуляемся. Посмотрим вокруг. И опять шикарный клематик на заборе. И там опять красивый дом стоит. Ну, тут, наверное, эти дома, вы же понимаете, да? Сплошь и рядом. Сплошь и рядом разные архитектуры дома. Буду рада, если вам слышно, как поют птицы. И какая, в общем, стоит пронзительная тишина. Слышите, птицы? Вот я вдоль туда, по улице, по этой не пойду. А я пойду под рукой. Я там увидела какой-то красивый огромный дом. О, какой дом, посмотрите. Огромный опять. Опять необычная архитектура. Ой, мама. Сейчас подойдем еще поближе. Впервые я здесь гуляю. К сожалению, забор очень высокий. Не дает возможности показать. Но я сейчас просто камеру протяну туда. за забор покажу вам поближе. Вот в такой красоте. Кажется, что все должны быть счастливы. Вот я вышла еще на одну улицу. Панорамку вам показываю. А это вот этот коттедж, который я только что вам показывала сзади, со стороны сада. А это вот вход. Видите, написано Керой коттедж. И здесь напротив два огромных тоже коттеджа. Один и второй. С такой огромной террасой, балкон. Ой, красиво как. Я же говорю, что кажется, что в таком райском месте, в таких огромных хоромах люди должны быть счастливы. Но, как выясняется, счастливы не все и не всегда. Тут на все четыре стороны, куда ни пойди, везде такая красота. Я даже не знаю, в какую сторону идти, чтобы вам показать это все. Так, а вот это что такое? Смотрится как чапл, церковь или что это? Сейчас посмотрим. Нет, все закрыто. Ну да, вот понимаете, согласитесь со мной, что это все-таки была какая-то церковь, наверное, первоначально. Но здесь очень часто встречается в последнее время все чаще и чаще, что знаете, что продают вот эти вот старые какие-то полуразрушенные церкви или вот такие чапл, фамильные церкви. Продаются аукциона, довольно недорого, и потом их люди покупают, преображают в свой дом и там живут. Судя по всему, судя по тому, что здесь, видите, калитка и все закрыто, наверное, это церковь, переделанная в чей-то дом. Да, бывает и такое. Скорее всего, что это так и есть. Хотя, конечно, вот посмотрите, двери, конечно, покрашены в краску в красивую, новую, а вот, судя по окнам, там что-то такая внутри грязь, похоже. Окна вообще залеплены, вам не видно, но они все побелкой залеплены. Наверное, еще строительство внутри идет. Вот я его обхожу со всех сторон, чтобы вам показать, какой он огромный. Вот это сзади, это все тянется, этот огромный дом. Ну, не дом, а церковь, да, понимаете. Ну, а дальше, как вы видите, и справа, и слева по улице вот такие похожие друг на друга, как братья-близнецы, вот эти вот детач-хаус называется, двухэтажные. Это двухуровневые квартиры, вот и здесь, на этой стороне тоже, видите, вот поближе, если посмотреть, да, то они две двери на два хозяина, на две семьи, поэтому детач, то есть соединенные двойные очень часто можно встретить в Англии. Детач-хаус. А здесь даже какой-то, видите, меду-банк расположился, хотя все закрыто, и как-то вид такой, что это квартира, все-таки, не знаю, я в замешательстве. Хотела прогуляться с вами туда, увидела там парк, но, видите, написано опять private. нельзя ходить. Я, конечно, рискую иногда ходить, но не всегда и не во все места. Сюда не пойду. Вот иногда такие уголки, скамеечка, цветы. Ой, как красиво, просто песня. Вот увидела опять объявление Art Exhibition для продажи рисунков CV Watch Яхт Клуб, вход свободный 6 мая и 5 мая фри. Информацию сняла не столько для вас, сколько для себя. Это будет через неделю. Обязательно схожу, потому что я иногда тоже подумываю о том, чтобы попробовать продавать свои акварельные квартиры. Вот иду дальше, увидела на воротах вот такой крест какой-то рыцарский. Вот здесь дальше вот такой вот вход. Не знаю, что это. Ума не приложу, можно ли туда идти. Сейчас попробую. Ну вот я зашла, я не знаю, что это такое. не написано, что private. Но, скорее всего, это private, друзья. Вот так. Хотя, вы знаете, полно всяких клубов тоже здесь. Ну и также, конечно, закрытые территории. Вот пойди знай. Я бы не сказала, что уж очень красивый этот дом. Но мне не привыкать. Сейчас опять выйдут. Почему снимаю? Выйдут, спросят, что я тут делаю. Опять арестуют. Шучу, конечно, но я не стала дальше ходить. Меня просто удивил этот крест на воротах. я поэтому и пошла. Иду дальше. Это уже не private. Но тут тоже рядом парк. Ну вот я наприла там вдалеке. Опять же, ближе я подойти не могу. Закрыта калитка. Вот видите, вот там домик такой. Вот это бангало с какими-то такими террасками, с огромным газоном впереди. Это холодный плейс очередное в Севью. Посмотрите, какая роскошная береза слева, если видно вам. Посмотрите, куда я вышла. фосейл, фосейл, салтернс виллэдж, коттедж и хаус. Вот, посмотрите, продается такая, наверное, вся эта территория, салтернс виллэдж, для того, чтобы кто-то занимался бизнесом, холодный плейс, то есть такое сдавали людям, дома, вот эти вот летние домики на каникулы. Огромная территория, Севью холодный, видите, это, похоже, ресепшн, и дальше вот эта вот огромная территория. Сейчас покажу вам ее, как она выглядит. Ну, вот эта часть издалека опять с такого домика я вам показывала, да, и дальше посмотрите. Вот это, да, это грандиозный какой-то пруд. Не видно вам, подойду сейчас поближе. Вот опять же я говорю, что не знаю, как вы, а я вот просто в восторге от таких мест. в эту сторону просто такой лужайка, столы вот на берегу вот этого вот поруда. Я все-таки подозреваю, что это пруд, а не река. здесь такой спуск специально. Это для лодок, видите, и дальше вот этот пруд очень длинный, очень красивый. да, все можете видеть сами. Что там вот это вот такое за сооружение посредине белое, я не знаю. Что-то такое похоже как электростанция, но как она может быть на воде, почему? Не знаю, моих знаний не хватает. Вот такое грандиозное место. Одно из многих. И помимо того, что здесь в пяти буквально минутах, а может быть даже в трех минутах, вот там если видно, вам вдалеке стоит в конце домик такой двухэтажный, это он уже стоит на берегу Севью пролива Соланд. И тут вам пожалуйста еще и пруд. Все что хотите, как я говорю. Все что хотите, приезжайте, вселитесь, отдыхайте, играйте в гольф, наслаждайтесь видами морскими и пейзажами. пейзажами. А я на этом свою прогулочку с вами заканчиваю, друзья. Надеюсь, что вам понравилась моя прогулка Севью Виллэдж и Холодый Плейс. Ставьте лайки, не забывайте смотреть рекламу. А еще всех поздравляю, а себя прежде всего, с тем, что у меня уже 10 тысяч подписчиков, друзья. Ура! И тут должен быть фейерверк. Пока.